В эфире информационно-правая программа «Дефакто». Мы рассказываем о событиях в мире криминала и о тех, кто борется с преступностью. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Главные темы выпуска. Более 300 фактов нарушения миграционного законодательства выявлено в Гомельской области. 170 детей пришлось эвакуировать из детского сада. В Волотовском озере рыбаки обнаружили мину времен Второй мировой войны. За 4 месяца этого года в регионе зарегистрировано 8 фактов гибели несовершеннолетних. По данным Гомельского областного управления МЧС, почти 90% всех смертей на пожарах происходят по причине злоупотребления спиртным. При этом в общей статистике смертности с начала этого года на селе погибло в 2,5 раза больше, чем в городе. Вот один из последних фактов. Не удалось спасти жителя деревни Поселя Чехойнинского района. К молодому одинокого проживающему мужчине неоднократно являлись смотровые комиссии, представители пожнодзора и милиции. Однако встретиться с хозяином никак не получалось. На их стук никогда не открывалась дверь. Познакомиться с жильцом дома удалось только после его смерти на пожаре. Обгорелый он лежал возле газовой плиты. Рядом пустые бутылки из-под спиртного и множественные окурки. На момент гибели человеку было всего 38 лет. Нигде не работал, злоупотреблял спиртным, курил. Спасателями было обнаружено в доме достаточно сильное задымление. При проведении разведки и начала тушения пожара в доме был обнаружен труп мужчины и вынесен на свежий воздух. На свежем воздухе была констатирована смерть. В ходе проведения проверки было установлено, что мужчина 78-го года рождения проживал один, характеризовался отрицательно, нигде не работал. Много курил, злоупотреблял спиртными напитками. За 4 месяца текущего года в сельской местности Гомельской области произошло 137 пожаров. В огне погибло 18 человек. Предварительный ущерб от пожаров составил около 6 миллиардов рублей. Более 300 факторов нарушения миграционного законодательства, из которых большинство за нарушение въезда, выезда и пребывания, около 60 за нарушение установленного порядка осуществления трудовой деятельности. Таковые итоги комплекса мероприятий нелегал по контролю за режимом пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Гомельской области. Сотрудниками Управления по гражданству и миграции УВД проведены совместные рейдовые мероприятия с сотрудниками Гомельской пограничной группы воинской части 1242 по отработке приграничных населенных пунктов на предмет выявления незаконно пребывающих на территории Республики Беларусь иностранных граждан и лиц без гражданства, а также граждан Республики Беларусь, оказывающих содействие в нелегальной миграции. В ходе проведения мероприятий к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства было привлечено 8 иностранных граждан. Проверялись гостиницы, рынки, торговые комплексы, вокзалы и другие места возможного пребывания иностранцев. Эти мероприятия были направлены прежде всего на оздоровление криминогенной обстановки, пресечение незаконной миграции. Так, при проверке сельскохозяйственных предприятий в Калинковичском, Ельском, Октябрьском и Житковичском районах был установлен 31 гражданин Украины. Их нарушения заключаются в осуществлении трудовой деятельности без специального разрешения. За время проведения нелегалок административной ответственности за нарушение миграционного законодательства привлечено 334 гражданина. Из них за нарушение установленного порядка осуществления трудовой деятельности 58 граждан. Вытворено за пределы нашей области 56 иностранцев. В отношении двух иностранных граждан будут возбуждены уголовные дела по ст. 371 ч. 2 за нарушение установленного срока запрета на въезд. Сотрудники милиции проводят профилактические беседы с каждым иностранцем, в ходе которых гостям нашей страны разъясняют миграционное, административное и уголовное законодательство Республики Беларусь, а также ответственность за его нарушения. Каждому разъясняются обязанности по поводу своевременного обращения в отделение по гражданству и миграции за обменом вида на жительство в связи с истечением его срока действия. Два автомобиля, груженных ломом цветного металла, задержали гомельские пограничники в Добружском районе. Ночью в районе населенного пункта Хорошевка на дороге, ведущей в Российскую Федерацию, пограничный наряд остановил автомобиль с белорусскими регистрационными номерами. При осмотре транспортного средства в грузовом отсеке было обнаружено около двух тонн лома цветного металла. Управлял автофургоном 25-летний житель города Гомеля. Каких-либо документов на перевозимый товар он предоставить не смог. Утром того же дня на этой же дороге пограничники остановили второй микроавтобус, груженный ломом цветного металла примерно таким же весом. Водитель Форд Транзит не имел при себе документов на перевозимый груз. Задержанные перевозчики пояснили, что направлялись в Российскую Федерацию. Транспортные средства с грузом и водителями переданы сотрудникам милиции. Проводятся проверочные мероприятия. Сработавшая система автоматической пожарной сигнализации предупредила об опасности. В результате 170 детей были своевременно выведены персоналом из детского сада на улицу, а сама чрезвычайная ситуация была ликвидирована в кратчайшие сроки. В 15.15 по телефону 101 от диспетчера системы автоматической пожарной сигнализации и передачи извещения о чрезвычайных ситуациях молнии поступило сообщение о срабатывании сигнализации и задымлении в помещении прачечной ясли сада, расположенного по улице Рощинской областного центра. Это объект с массовым пребыванием людей. К тому же в детских садах в это время обычно заканчивается тихий час. К месту чрезвычайной ситуации было направлено сразу 10 единиц техники. Персонал детского садика тем временем не растерялся и, не дожидаясь приезда пожарных, начал организованно выводить детей из групп. До прибытия подразделения МЧС 30 работниками дошкольного учреждения было эвакуировано 170 детей. Пострадавших нет, причина задымления устанавливается. В результате короткого замыкания повреждена только электропроводка сушильного барабана. Другое оборудование и само помещение прачечной не пострадало. Детский сад после проветривания помещений продолжил свою работу в обычном режиме. В Лотовском озере в Гомеле вблизи Прутковского рынка рыбаки обнаружили мину времен Второй мировой войны. Ржавый снаряд выступал из ила на островке возле берега. К месту происшествия оперативно выехала саперно-пиротехническая группа воинской части 55-25. Специалисты извлекли из воды боеприпас. Находка оказалась минометной миной времен Великой Отечественной войны. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что снаряд не представлял опасности. Тем не менее, правоохранители благодарят рыбаков за бдительность. Пустышку вывезли для утилизации. Смертельно опасные находки могут поджидать нас в самых различных местах. Пики находок боеприпасов времен Великой Отечественной войны приходятся на весну и осень, когда проводятся полевые работы по посадке и уборке сельскохозяйственных культур. Нередки случаи находок взрывоопасных предметов при рытье котлованов и проведении различных земляных работ. Специалисты призывают граждан быть предельно осторожными и поступать разумно и правильно в подобных случаях. Данные предметы представляют повышенную опасность в первую очередь чем? Те, которые в времен Первой мировой и Великой Отечественной войны находятся, как правило, в очень веском состоянии. Вот она, граната. В результате окисления на воздухе и взрывчатого вещества происходит его изменение, оно становится более чувствительным к внешнему воздействию и даже при касании может произойти взрыв. Это первый момент. Второй. Несмотря на то, что, скажем, вот он, артиллерийский снаряд, как по-простому его называют, выглядит просто как металлическая болванка внешне, внутри он имеет очень сложное устройство. И в том случае, если он является стрелянным, прошел канал ствола, в данном случае мы здесь видим следы нарезов орудия, из которого был выстрелен, то непонятно, какие предохранители включены, какие выключены. То же самое. Толчок ногой, удар, падение его с высоты может привести к взрыву. 27 мая проводится единый день безопасности дорожного движения. Его девиз – у дороги нет каникул. Сотрудники областной госавтоинспекции уделяют особое внимание предупреждению ДТП с участием несовершеннолетних. Вопросы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма становятся более актуальными в преддверии летних каникул. За 4 месяца этого года в регионе произошло 12 аварий с участием детей. Одного ребенка спасти не удалось. 12 получили травмы. Автомобилистам в эти дни по 5 июня включительно госавтоинспекция рекомендует ездить в светлое время суток с включенным ближним светом фар. Это связано с окончанием учебного года и началом летних каникул. В регионе стартовало специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети». Также сотрудники госавтоинспекции планируют проводить встречи в трудовых коллективах. До родителей будет доведена информация о причинах и последствиях ДТП с участием несовершеннолетних. Ведь по статистике более 65% таких аварий происходит по вине взрослых. С наступлением летних каникул становится актуальным вопрос безопасности детей в это время. Специалисты областных структур, ответственных за профилактику этого вопроса, провели брифинг. Были озвучены основные причины травм и смертельных случаев с участием несовершеннолетних, а также обращено внимание на меры профилактики, которые позволят свести количество несчастных случаев с участием детей к минимально возможному уровню. Среди причин несчастных случаев – отсутствие занятости несовершеннолетних и ненадлежащее отношение взрослых к безопасности детей. Только за 4 месяца этого года в регионе зарегистрировано 8 фактов гибели несовершеннолетних. И не всегда эта проблема касается семей из категории повышенного риска. От несчастных происшествий никто не застрахован. Дело скорее в отсутствии внимания к детям со стороны родителей. Не оставляли их одни без присмотра, потому что зачастую даже минутное какое-то оставление детей. У нас буквально недавно ребенок упал с дивана. Кажется, диван такой высокий. Иногда у нас здесь и с окон падают, к счастью, остаются живыми. Тут упал с дивана и погиб. Ребенок откусил морковку, подавился и погиб. То есть очень много существует таких опасностей, на которые родители должны обращать внимание. Дети, которые остаются без внимания родителей, часто получают травмы, как говорится, на ровном месте. Выпадают из окон из-за некачественно установленных москитных сеток, ошпариваются кипятком, отравляются лекарствами, которые взрослые оставили на видном месте в квартире. И с открытием купального сезона большую опасность представляют водоемы. Необходимо думать о безопасности детей, начиная с купания в ванной, где происходили в прошлом году несчастные случаи, до организации купания в наших водоемах. Потому что безопасность детей при купании достигается выбором места для купания, правильной ее организации и также правильной и хорошей профилактической работы. К несчастному случаю могут привести и конфликты между родителями и детьми. Зарегистрирован случай, когда девушка пыталась спрыгнуть с моста в реку из-за того, что не сдала сессию и боялась реакции отца. Специалисты считают, что взрослые всегда должны быть на стороне ребенка, разговаривать с ним о проблемах, успокаивать и не оставлять без присмотра. Тем более сейчас есть возможности устроить подростков в лагерь отдыха или найти другое полезное занятие на лето. Специалисты предлагают разные варианты. Организуют мероприятия за счет бюджета. Главное, чтобы взрослые не были безучастными к своим детям. На этом все. Смотрите де-факто на телеканале Беларусь-3 и на сайте телерадиокомпании Гомель. Увидимся ровно через неделю. Берегите себя и тех, кто вам дорог. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова